Всем привет и желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения, с вами Букреев. Прошлое видео, где мы заказывали сюрприз боксы за свои деньги, тестировали, проверяли стоимость реального сюрприза в интернете, вам очень понравилось, набрали полтора миллиона просмотров, 47 тысяч лайков. Мне тогда прямо поплохело, но я решил, что закажу еще для вас, ребят, на тест сюрприз боксов. И, как вы видите, у нас, ребят, сегодня не обычный сюрприз боксы, а в каком-то таком новогоднем прямо стиле. Сегодня мы будем делать примерно то же самое, откроем, попытаемся оценить стоимость того, что внутри. Но, согласитесь, как-то два сюрприз бокса на целое видео маловато. Но здесь начинается самое интересное, потому что вот эти боксы я, ребята, заказал и оплатил 5 или 6 декабря. А сегодня, ребята, Сири, какое сегодня число? Сегодня суббота, 22 декабря 2018 года. Так, 6 декабря, 22 декабря. Ну ладно, эти боксы, они пришли, мы сейчас отдельно поговорим про них. А самое интересное, это юбоксы. Боксы, кстати, которые мы в прошлом видео проверяли, я решил тоже у них заказать новогодние боксы. И здесь началось самое интересное, потому что юбоксы я сразу же оплатил у них на сайте. Сейчас вы на экране видите пруфы, да, что я вам не вру. Пожалуйста, есть оплата в приватбанке, то есть за каждый бокс я отдал по 40 долларов. Вот есть смс-ки, да, от юбокса, собственно, что все там принято, что заказ наш существует. Ну и, как вы поняли, сегодня 22 число, боксов у меня нет, мне никто ни разу не позвонил, мне никто ни разу ничего не сказал. И больше того, я вам скажу, я не смог ни дозвониться, ни дописаться. Я писал им в инстаграме, я писал им на почту, я пытался дозвониться по телефону, ноль реакции. И меня бесит, что за боксы я сразу заплатил на сайте, это просто какой-то бред. И боксы я заказывал еще и на разных людей, то есть они, получается, не одного человека кинули, а двух разных людей в разных уголках города, да. Я это сделал, чтобы, ну, для достоверности, чтобы они не поняли, что это я заказал боксы и не положили мне туда что-нибудь хорошее. В общем, юбоксы в край просто охренели. Они реально просто охренели. Если вы мне не верите, зайдите просто в их группу ВКонтакте юбоксов и посмотрите, что же там пишут люди. Я ни один такой, не кинули сотни человек. Просто как можно так относиться? Я, может быть, на День Святого Николая заказал этот бокс вообще, который уже прошел давно. Полный писец, юбокс полный отстой. Если после этого видео юбокс не вернут мне деньги, как-то не отреагируют, то, не знаю, будем реально писать заявление в милицию по факту мошенничества, потому что деньги я заплатил, деньги у меня приняли, автоматическая система платежей их приняла. Боксов нет, звонков нет, ничего нет. Будем, значит, как-то по-другим образом воздействовать. Боксы, которые пришли, с ними, кстати, все тоже не так гладко, потому что они были также заказаны где-то 6 декабря, но я за них не платил деньги, да, то есть это был наложенный платеж. Когда они ко мне пришли, я тогда, собственно, за них деньги заплатил. Но один бокс я оформлял на свой оператор, он вообще в другом конце города живет, и он сам вызванивал боксы и заставлял, грубо говоря, их отправить. И вот буквально только там в 20-х числах они пришли, огромная задержка по всем боксам доставки, это треш какой-то. Этот бокс я заказал Наполину вообще в какое-то левое отделение почты, и позвонили только где-то в 14-х там числах, и очень хамско говорят, вам вообще боксы нужны? Вам они вообще нужны? 19-го сможем отправить, все. Ну, блин, они хотя бы позвонили, да, окей, хорошо, все, хватит бомбить. Вы поняли, доставка боксов ужасна. Просто вот эти два сервиса, Ubox, Zbox, доставка ужасна, Ubox вообще обманули меня. Красивый бокс. Действительно он красивый, действительно красивая зеленая ленточка, здесь какие-то снежинки, надписи Zbox, окей. И здесь, кстати, есть какая-то сотри поля, чтобы узнать, какой бонус вы получите. Давайте, наверное, с этого и начнем. Такой фигни я еще не видел, то есть вы стираете монеткой и видите какой-то бонус. Предсказание? Я не знаю, может быть, внутри будет какое-то предсказание. Давайте посмотрим бонус на втором боксе. Опять же, как я уже говорил, боксы заказаны совершенно на разные адреса. И, собственно, и здесь, и здесь, ребята, у нас предсказание. Ну, окей. Предсказываю, что здесь будет какая-то херня. Кстати, ребят, так, бля, здесь все на три узла завязано. А, не, все аккуратно. Бокс, ребят, каждый бокс стоит 2700 рублей или 1100 примерно гривен или примерно 40 долларов. То есть это боксы не дешевые, реально не дешевые. А прошлые боксы в прошлом видео я заказывал по 1000 рублей за бокс, да? То есть практически в три раза дороже. Нет, открыть приятно, ребят. Открыть приятно, и я действительно не знаю, что здесь внутри. И смотрим, что у нас внутри. Постараемся проверить это все цену в интернете. Во-первых, я не знаю, может, там сговорились. Здесь опять какие-то наушники Хока, да? То есть это было в прошлых сюрприз-боксах русских, да? Хорошо, наушники Хока. Потом дальше смотрим. Здесь есть какая-то колоночка. Сейчас будем искать стоимость ее в интернетах. Еще наушники. Хуя мне двое наушников, непонятно пока. Ну ладно. Так, о, Powerbank Хока. Ну, Powerbank тема хорошая, любому человеку пригодится всегда. Сейчас посмотрим, что он, 5200 мАч. Посмотрим, сколько он стоит в интернете. Есть такой EOS-бальзам для губ. Ну, как бы, вообще девчонкам это приглядело. Да и пацанам можно губы сохнуть звездец зимой. Так, и пошли всякие сладости, вкусняшки. Вот с этим, наверное, будет сложнее найти, да, цену. Во-первых, марципановые конфеты. Зачет. Я люблю марципановые конфеты. Они, по-моему, без шоколада. Это клево. Какой-то лолипоп, наверное, который у меня будет во рту взрываться. Здесь пингвин новогодний, шоколадный. Здесь какие-то тоже медальончики, конфеты. Жвачка с арбузом. Я такую жвачку не видел. Еще какие-то щеколадки, орешки. Просто щеколадочки. И еще какие-то... А, кола. Чупа-чупс. Кола, мягкие конфеты. Такую тему я люблю, да. Ну, кстати, визуально... Визуально вот эта гора как бы, ну так, да, достаточно приятно. Мне нравится, во-первых, что упаковочки все целые, да. Вот это мне нравится. Честно, первое впечатление пока еще норм. Но я все-таки хочу в интернете найти цену этих продуктов. Так, опа, ребята, ваши... Два предсказания запахнули. Здесь два... Бонус. Это бонус, я понимаю. Если чего-то действительно хочется, то вся вселенная поспособствует исполнению желания. Я хотел, чтобы мне этот бокс отправили практически три недели назад. Но что-то пошло не так. Так, купите книгу, которая вам не нравится, и вы найдете в ней ответы на все вопросы. А как я могу понять, нравится мне книга или не нравится, когда я ее еще не прочитал? То есть я должен купить книгу, которую я уже читал когда-то, и она мне не понравилась. Логично. Мы постараемся сделать тест максимально объективным. Ребят, для этого вот сейчас на вашем экране появится, но у меня есть чеки, где я заплатил за этот бокс 1099 гривен. Именно этот бокс стоил без доставок, там, без комиссий, просто сам бокс. Это, как я уже говорил, 2700 рублей примерно. Вот. То есть я заплатил лично свои деньги, заказал на левый адрес. Чеки у меня все есть, я все это вам буду показывать на экране. Сейчас что мы делаем? Я вам называю цены, показываю товар, но, если что, я все ссылки оставляю под видео. И вы можете самостоятельно посмотреть, что, сколько стоило, где стоило и так далее. Поехали. Так, любимый сюрприз боксами HOKA Powerbank на 5200 миллиампер, 190 гривен, это где-то 500 рублей. Так, вот эта колоночка GC210, ну, она такая, конечно, не очень качественной сборки, но, в принципе, стоимость 465 гривен, это 1160 рублей. Но это то, что удалось найти мне. Вот эти наушники HOKA мне удалось найти на GearBest за 72 гривны, это где-то 180 рублей. То есть в Китае они стоят такие деньги, а у нас на розетке в Украине они стоят 125 гривен, 300 рублей, да, то есть по месту купить чуть-чуть дороже. Вот эти наушники Remax RM512, средняя цена 150 гривен, это где-то 370 рублей. Очень забавно, что нам все товары довольно легко было находить на каких-то маркетплейсах. Есть у нас здесь еще бальзам для губ и EOS, вот, кстати, неплохой бальзам, 148 гривен, 369 рублей. Так, насчет сладости. Как нам, кстати, Z-Box предупредили, они говорили, там будет 10% сладости. По цене, в принципе, оно, ну, туда-сюда так и выходит. 178 гривен, вот эти вот все сладости, здесь и марцепаны, ну, вы видели, в общем, мы уже смотрели. Это 444 рубля где-то получилось. Я каждый не буду вам отдельно показывать, но все ссылочки я оставлю под видео. Так, я беру следующий бокс и краткий вывод по прошлому. Я посчитал всю сумму, да, все, что нам удалось найти, и у нас, ребят, получилось 1055 гривен. Если бы мы это все покупали самостоятельно, это 2, там, 600 рублей, грубо говоря. Получается, бокс оправдан, потому что если каждую вот эту хрень заказывать по отдельности, платить за доставку, то будет дорого. А здесь как бы доставка всего вместе. То есть они, скорее всего, реально покупают это оптом, пачками, ящиками эти все жвачки, там, сладости. Ну, я думаю, что и технику тоже ящиками. И вот в этом, наверное, для них какой-то есть финансовый смысл. Я заплатил кровные свои деньги за это, и все пруфы я вам уже предоставил. И буду предоставлять в своем инстаграме, если вы этого потребуете. Вот мой инстаграм на экране. Открываем следующий бокс. Мне почему-то вот внутри где-то кажется, что здесь будет все то же самое. Прям и сладости, и так далее. Хотя они были отправлены с разницей, там, в один или два дня. Может быть, повезет и будет что-то другое. Хотя предсказание у нас же здесь одинаковое. Открываем. Ну, вот в этом есть кайф, когда ты так разрываешь подарок. Это, ребята, клево. Давайте я открою, покажу, что там вам, да. Сам не буду смотреть, а вы вот сейчас напишите мне в комментариях, здесь тоже самое или нет. Так, я увидел, что вот эта нога, да, это типа облизать ногу, уже то же самое. Хорошо, смотрим. Опа. Ну, ребята, знаете, вот здесь есть для меня плюс в том, что мне не нужно будет сейчас это все искать в интернете. Потому что такую колоночку мы уже с вами сегодня видели. Такие наушники мы уже сегодня с вами видели. Такой пауэрбанк мы уже сегодня с вами видели. Такую шоколадочку мы уже с вами сегодня видели. Так, такие штучки мы с вами уже видели. Эй, там, по-моему, 4 штуки было, здесь 3. Все рассчитывают, ребят. Так, а здесь уже то, чего не было. То, чего не было. Во-первых, вот это еще за поздравление открытка. Кстати, слушайте, ребят, если бы оператор это не видел, я бы ему написал открытку и подарил. Хорошая открытка. Потом здесь я еще вижу чашку в виде объектива. Ну, мы ее часто видим на Алиэкспресс, везде. То есть, ну, прикольно. Сейчас узнаем ее цену, подождите. Здесь есть свинья-брелок, которая типа со свет... А, сейчас. О, это она типа хрюкает. Опасная свинья. Ладно, можно повесить, подсвечивайте ключами. Если вы живете в старом доме, у вас подъездит темно. Так, потом еще магнитик свинья маленький. Вот я вам его показываю. И жвачка, да? Ну, короче, по сути, нам только чашку, грубо говоря, найти цену. Потому что это вообще мелочи, там будут различия минимальных. Так, я не вижу смысла прям все здесь до копеечки пересчитывать. Чашечка эта стоит 7 долларов на Алиэкспресс. Пожалуйста, вот вы видите на своих экранах. Мы ее все давно видели. Я думал, у меня объектив новый будет для камеры, для Соньки. А тут чашка. Ну, ладно. Тоже пойдет. Здесь нет марципанов, конфеток, да? То есть здесь на одну конфетку меньше. Ну, короче, мне кажется, что там плюс-минус, оно на том же уровне, да? И здесь еще нет хока наушников. То есть оно плюс-минус компенсируется и примерно так же уходит тут. Ну, не будет большого различия между боксами, поэтому прям жестко пересчитывать нет смысла. Если вы внимательно смотрели это видео, то вы услышали о недостатках. То есть это хамское, реально, обслуживание. Это то, что боксы реально три или там две с половиной недели мне отправляли. Это не очень. Это не очень реально приятно. Но то, что пришло, достойно. Ну, неплохо. Вот серьезно. Ну, нормально. Ну, такое не стыдно подарить. Конечно, сегодня мы такие элитные боксы открывали, дорогие, да? Ну, если вам нравится это видео, если мы соберем 15 тысяч лайков, я буду заказывать сюрприз-боксы еще. И обязательно пишите мне в Инстаграме, с каких сайтов сюрприз-боксов мне заказать сюрприз-боксы. Все, ребята, с Инстаграм на экране, ссылочки под видео. Сюрприз-боксы, вот они, старое видео на экране. И вот по ссылочке тоже на экране. Всем до новых встреч, с наступающим Новым Годом! Субтитры сделал DimaTorzok